ЗВОНОК В ДВЕЧЕРЬ 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 А при поддержке Ковой, ну я думаю, что сомневаться не стоит, при поддержке Кремлёвской администрации он продолжает оскоренять Компартию. Но прежде чем Николай Харитунов в суде объяснит, с чего, откуда он эту ахинею взял, как так можно врать, просто врать, открыто врать Николая Михайловича. Терпеть не могу я дальше. Я всё-таки попытаюсь понять причины, подлинные причины этой истерики, это истерика Узюганова на самом деле. Заседал президиум Центрального комитета партии. Это когда коммунисты параллельно не торопились подсчитывать свои победные голоса. Мы напомним наш недавний сюжет. Не будет ни его Зюганов, ни президиума, ни всех, так сказать... Ну тогда это подавалось не его Зюганову, а партии. Это Зюганов открыто говорил вам, членом ЦК? Он не говорил нам открыто, но это стало известно. Мы голосовали за него в то время, как под противостояние... Ельцину. Ельцину. Кошмару этому. Кошмару. Хаос. Но самое поразительное, что была договоренность с Корзаковым... Наши предположения, будем юридически точны и аккуратны, наше предположение, что были некие договоренности. Это мне Стройв рассказывал. Еще в феврале, когда Ельцин хотел распустить Думу перед выборами, была договоренность тогда, что ребята, вот у вас право на политику, я повторяю, изначально ложно. У вас право на политику, и знаешь, что самое страшное? Получается, что вот именно из-за такой двойственной позиции Зюганова у нас ложная изначально политическая система. Сколько у тебя прессует Ельцин? Понимаю. А что, неясно было, что Ельцин без боя власти не отдаст? У нас ложная изначально политическая система. Ибо у нас, с одной стороны, есть демократия, но есть, с другой стороны, партии, которые участвуют в системе, не имеют права на победу. Потому что это Коржакову сейчас сказал Зюганову, ты будешь участвовать, но не имеешь права победить. Нет, нет, Стройвич, опять-таки, не умеешь бороться, не хочешь, видишь проблемы, допускай эту мысль. Не объявляй на весь мир, что ты единственная альтернатива Ельцину от оппозиции. Не морочьте людям голову, господа, не играйте в пустышку с режимом, который вы так ненавидите. Еще один фрагмент нашей недавней программы. Могу сказать, что происходило в эту ночь в штабе. Алексей Подберезкин, тогда активный член КПРФ, развернул огромный пресс-центр коммунистов для мировой прессы. Там были тарелки всех мировых компаний. Все ждали ночью появления Зюганова с каким-то заявлением. Еще раз, 96-й год. 96-й год, июль. Это был июль, и все мировые средства информации ждут заявления Зюганова, но у президента России. Да. Вместо этого появляется купцов, никакого заявления не будет, поезжайте в Думу, там мы с вами будем разговаривать. Желатель знает, что в Думе нужны пропуска, и что делать ночью в Думе, и почему не здесь, почему сюда не может подъехать. Камеры, тарелки, вся техника. Они поехали в Думу, в Думу они встретили охрану. Решает судьба страны. Да. Я захожу в Думу, ни одного человека в коридорах, и вдруг я встречаю депутата от КПРФ, он идет с сеткой, где шахматы и бутылка водки. Я говорю, а куда вы? Он говорит, я к купцову, будем сейчас смотреть телевизор и играть в шахматы. Я говорю, подождите, а где Геннадий Андреевич, что решается? Он говорит, да ладно, ну что ты? Придет время, будет заявление. Все. Меня, честно, я тоже, я, у меня такое ощущение, люди неадекватны своей миссии, даже своей собственной, своей собственной левой миссии. На самом деле, как коммунисты заволновались, да, после всех этих рассказов, почти все руководители Компартии выступали в нас в программе. Им далеко не все давали трибуну, будем откровенны, моменты истинных показов. Очень часто все они выступали десятки раз. Но обратите внимание, что урезают, это примерно 3% от бюджета, вроде бы немного, но если взять деревню, это будет 27%. В декабре месяце никто не сеет. Дорожный фонд, тоже в декабре только идиоты кладут асфальт, и он урезается в значительной степени. Мы их предупреждали, что, собственно, ждет. И каждому хочется прислониться к большой, сильной организации, которая бы защитила, поддержала или помогла. Длинные обстоятельные разговоры один за одним. У нас только легкая и бытовка давали 2-4 рубля, и 100... Опять другая. Сейчас дают 2 рубля. Табак и водка давали почти 3. Николай Харитонов, который тогда ничего не говорил о спекуляции, театральными билетами. Примерно 50% от товароборота. Все это продолжалось до тех пор, мы стараемся всем давать трибуны, это наш принцип. Так было до тех пор, пока мы не сказали то, что мы, журналисты, считаем, абсолютно право. Увы, это было соглашение с Белым домом. Горжаков и Грицан Зюганов были всегда. Да, сейчас я не то что думаю, сейчас я обладаю уже другими знаниями. Терпеть не могу я дальше. Это говорит о какой-то катастрофе. Причем, обрати внимание, морально, человечески это очень плохо. Но вернемся к нашему рассказу о том, почему же все-таки Зюганов отказался от пресс-конференции на весь мир в ночь после второго тура президентских выборов 96-го года. Наш гость сегодня Александр Алексей Подберезкин, тот самый, который и организовывал эту пресс-конференцию, будучи заместителем руководителя предвыборного штаба Геннадия Зюганова. Да, была такая история, да. Алексей Подберезкин, тогда активный член КПРФ, развернул огромный пресс-центр коммунистов для мировой прессы. Да, мы сделали пресс-центр, я же был заместителем руководителя штаба, и я считаю, что у нас были все шансы на победу и на изменение ситуации в стране. Элита очень серьезно задергалась, в том числе, помните, олигархи попытались... Почему Зюганов? Вы все не сказали тогда нации, что у Ельцин очередной инфаркт между первым и вторым туром. А там-то случай был простой. Я создал пресс-центр, на который аккредитовались огромное количество журналистов. Со всего мира? Со всего мира. Там, я боюсь сказать, свыше 400 человек было, причем только одних камер было, чтоб 50. И вот представьте себе, мне говорят, накануне, вот выбора, вечером, что пресс-центр закрывается, все будет в Думе. Я, естественно, опешил. В Думу пропуска нет ни у кого. Я приезжаю... А тут все готово. Тарелки стоят, автобусы эти... Автобусы, тарелки, все это стоят. Я приезжаю в Думу в 9 часов, по-моему, вечера, вижу одного депутата, который несет шахматную доску к одному из руководителей партии, бутылку, и сейчас будем смотреть, как там будет ситуация развиваться. Я говорю, а где пресс-центр-то? 400 журналистов? Нет. Их даже не то, что не пригласили, им даже пропуска не выписали. Подождите, Жюганов кричал, что у него нет доступа в эфиры и так далее, и так далее. Под Березкин собирает со всего мира 400 крупнейших мировых изданий. Андрей, надо сказать правду. Эфира было, в общем, немало. Я понимаю, но сейчас вот эфира было немало. Почему так? Вам объяснили, почему? А никаких объяснений не было. Добрый день. Добрый день. Прием, Николай Михайлович Харитонов. Да, да. Скажите, какой домашний адрес сегодня у Николая Михайловича Харитонов? Трудно сказать, я не знаю, честно говоря. А как вот нам выяснить, моя фамилия Караулов, мы иск в суд не можем грамотно оформить. Полагается, домашний адрес указывать. Николай Михайлович завтра будет с утра. Не можем мы его найти уже какой день подряд. Я в случае был на выезде. Я понимаю, телефон-то есть, но вот где он живет? Где-то на улице Веерной. Я просто адрес точно не знаю. Мэра Мазан Гаджимурадовича, естественно, обратились с иском в суд господину Харитонову. Пусть за вранье он свое ответит. Я прям представляю, как господин Харитонов выполняет решение суда. Встает в зале, думает, говорит. Караулову никто из КПСС никогда не выгонял. Никогда не спекулировал театральными билетами. Я приношу ему извинения. Прям в зале парламента, где всю эту ахинею нес. Домашний адрес Харитонова Николая Михайловича забыли его помощники. Просто забыли, ищем, найти не можем. Знаешь, Андрей, я очень трепетно отношусь к слову коммунист. Нравится это кому-то или нет. Мой отец был защитник Севастополя. Мой отец был председатый колхоза. 50 лет он был партией. И я не видел ни одного неприличного слова и неприличного поступка с его стороны. Что твой отец сказал бы сегодня, вот эти сюжеты посмотрев? Когда мы отмечали 50-летие победы, я сказал то, что не может сказать сын. После всех этих трагедий я впервые говорю, что я рад, что мой отец сейчас не живой. Не дожил до этого времени. Потому что все то, что он защищал, идеалы, принципы, то, что он верил на самом деле, когда мы говорим коммунист, сегодня форма остается, а содержание очень мало. В такой же степени, когда мы говорим демократ, содержание совершенно другое. Наступило время потери содержания. И люди облекли себя в определенной форме и хотят выжить за счет реализации формы, не вникая в содержание. Я хоть и в КПРФ не состою, но все-таки какое-то уважение к этой политической организации, которая все-таки в 90-е годы, по крайней мере, как сейчас принято говорить, озвучивала протестное настроение общества. И тем печальнее эта информация, что, в общем-то, добавишь... Наша предпоследняя программа, прости, что перебиваю тебя, не журналисты, а члены Центрального комитета утверждают, что Зюганова на самом деле мало интересовала победа во втором туре на выборах президента в 96-м году. Ближайшее окружение знало, потому что он сослался на то, что ночью при подведении итогов заседал президиум Центрального комитета партии, заседал всю ночь, якобы, беспокоясь о будущем партии, пришел к выводу, что надо признать победу Ельцина. Это Зюганов открыто говорил вам, членам ЦК? Он не говорил нам открыто, но это стало известно. Ну, надо сказать, я эту информацию слышал неоднократно. Так, члены ЦК, вот после этого у меня, например, начались и палаты с Зюгановым, который вместо того, чтобы посоветоваться с нами, что делать, взял по правилу Ельцина с победой. Вот по 96-му году, конечно, было очень много и вопросов, и по тому, как выдавались цифры Центра с Биркомом, а тем более, когда мы узнали факт, как поступили в Татарстане, когда цифру Зюганова поставили на цифру Ельцина, а цифру проигравшего Ельцина поставили на цифру Зюганова. Поэтому поздравлять ночью, пока еще цикр Тани открыл. Вы согласны с оценкой Костина, что 2%? Мне кажется, возможно, и больше, потому что до 5% мог быть у него перевес. Плюс полтора, который в те годы, он знаток событий тех лет. Тут надо спрашивать Рябова, почему Рябов, председатель Центра избиркома, в тот год сразу получил назначение, куда они девали все эти велетения. Почему Зюганов в эту секунду мое предположение предал, предал всех своих избирателей, всех, кто за него, как я, голосовал тогда? Почему, если говорить твоим термином, предал, Зюганов посчитал, что время еще... Я помню, что мы с режиссером Меньшовым по собственной инициативе снимали фильм к выборам. Это была беседа в квартире Геннадия Андреевича. Меньшов ставил это действие, а я беседовал с ним. И получился очень такой пронзительный... Ну, тогда помнишь, как демонизировали коммунистов? Такой человеческий, так сказать, фильм. И он должен был идти по центральному телевидению. И вдруг, накануне выборов, Геннадий Андреевич сам этот фильм снимает из эфира. Про себя? Да. И при этом они говорили, что у них эфира нет, эфира им не дают. И фильм так и не появился в эфире. На ОРТ он должен был идти? Это мой... Да, по-моему, на ОРТ. Это вот мой личный опыт. Ну, в общем, то, что журналисты-демократы промолчали и рассказывали про крепкое рукопожатие, это понятно. Но коммунисты и журналисты промолчают. Это да, это действительно странно. То, о чем мы говорили выше, отсутствие политического пространства, отсутствие политического лица, эти люди не были готовы взять власть в руки, удержать эту власть. Прошло слишком мало времени после краха коммунистического режима. Ну, вы понимаете, в чем дело. Не так уж и мало времени, это 90-16 лет. Вот я 30 лет был в партии, да, членка ПСС. Но я начинал мастером работать на заводе и заканчивал генеральным директором. Мы выполняли ту задачу, которую выполняли. А в это время верхушка партии, непонятно, что она делала. И нас просто-напросто всех сдали в 90-м году. И эта характерная сегодня лидерская верхушка партии цепляет за то, чтобы она осталась, она может кого угодно сдавать. У вас были вопросы по второму туру? Не вопросы, а глубокие сомнения, как так можно выиграть. Я потом понял, что это может быть, когда мы объявили бы с Николаевичем импичментом. Виктор Иванович Ильюхин возглавлял комиссию по импичменту. Я у него был заместителем. И когда я гарантирован на 300% голосов... Провалили импичмент. А потом, когда у некоторых лидер-пайс спрашиваешь, а вы покажите, как вы голосовали? Почему, имея 100% в весе на 300 голосов импичмента, набрали 298 по одному вопросу? Потому что просто раскидали по компонту голосовать, да и проголосовали. Это история, но она действительно так происходила. Тема 1996 года, это ведь не просто такое национальное предательство, да? Во-первых, если говорить, то об этом все началось гораздо раньше. 1993 год. Изюганов, сопредседатель фронта национального спасения. Этот фронт национального спасения говорит о том, что нужно бороться до конца с тем, чтобы не было Ельцинской конституции, быть на стороне Хасбулатова, чтобы ни в коем случае не допустить распуска Верховного Совета и так далее, и тому подобное. В ночь, когда происходят главные события, Изюганов выступает и призывает народ не выходить на улицы. Он снимает тезис о поддержке всего того, что он поддерживал перед этим. Почему? Потому что ему говорят, что надо снять, что события будут носить экстремальный характер. Какие-то говорят. Они оппозиция, они борцы. Они спецоппозиция, которые должны собрать некую энергию и слить. Есть же энергия, ее никуда не денешь. То есть задача ворочить людям головы? Ну конечно, те, которые верят в КПРФ. Но это больше даже, это называется слить. Это оппозиция, которая должна играть в одну игру с властью. Абдулатипов говорил, форма и содержание. Форма может уничтожать содержание. Сергей Георгиевич, давайте не будем торопиться. Выдвигаются очень серьезные обвинения не только Геннадием Селезневым, Полторанином, членами Центрального комитета КПРФ, Президиума к самому Зюганову. Что полагается сделать в цивилизованной стране? Коммунистическая фракция в Думе приглашает меня, как автора программы, а также всех тех, кто об этом говорит в нашей передаче. И Костина, и Селезнева, и Полторанина. И с прямой трансляцией в интернет, если угодно, на канале ТВ Центр. Кану поставим, попросим наших руководителей. Идет обсуждение, ну как минимум, правда это или неправда? Неправда, пожалуйста, клевета, караула в суд. Что делают после нашей передачи майской руководители КПРФ? Они идут куда? К президенту Российской Федерации. Этот сюжет показали все центральные каналы в новостях. Ругать Каравула. Что отвечает президент? Подавайте в суд. Никто на эту передачу в суд не подавал. Я внимательно смотрел вот то, что вы мне показали. Есть порочный аргумент от Хомини. Аргумент от Хомини. Какой именно Каравулов? Был он там членом партии? Продавал он билеты? Не продавал билеты? С момента, когда Каравулов поднимает серьезную тему, касающуюся коммунистов, какой он человек? Если Кургинян говорит... Я понимаю, но это в принципе... Мы Харитонова найти не можем. В милицию надо подбывать. Андрей, я не могу пробиться в сознание общества. Бесконечный фарс на тему сам дурак и еще в шляпе. Вот я могу быть ища демаду. И что? Я спрашиваю, что произошло в 93-м году? Я тебя не спрашиваю, что в тебе болит. Фронт национального спасения. Все люди клянутся идти до конца. В последний момент он выходит из компании. Людей сажают в тюрьму, а он идет на выборы. Не слабо? Его голосами проводится Ельцинская конституция. Мне говорят, ну и что? Да хоть и такими средствами политика грязное дело. Он избавился от конкурентов, но теперь он будет идти к победе. Россия исчерпала лимитную революцию, говорит Зюган. Окей. Но дальше, как из анекдота, что вы либо крестик снимите, либо шайкой прикройтесь. Они говорят, что преступная власть разоряет народ и поддерживают голосованием бюджеты. Уже Глази, все остальные начинают говорить, ребят, так не играют, так нельзя. Совершенно ясно, в 96-м году, так называемый парламентский триумф, что это пирова победа. Что они получили треть электората. А есть еще люди, которые Ельцина ненавидят, но которые не могут поддержать генсека КПСС. И любое политическое решение должно заключаться в том, чтобы выдвинуть компромиссного кандидата. Поддержать всей силой партии кандидата, которым бы был не Зюганов. Ему нужна сокрушительная победа. Сокрушительная победа получается двумя способами. Когда все голоса партии идут к кандидату, коммунистические голоса, вот эти 30%, которые они получили. А еще 30% демократических и прочих голосов широким фронтом тоже поддерживают этого кандидата. Такие люди были. Это обсуждалось широко. Что было сказано? Зюганов сам пойдет на выборы. А кто мог идти на выборы? Русской мог. Зорькин мог. Это был вопрос компромисса. Только такая композиция могла реально... Мощная коалиция. Да, каждый раз коммунисты говорили, что нужна мощная коалиция. Фронт национального спасения и все остальное. Они перестали делать мощные коалиции перед выборами 96-го года. Нет ощущения, что вопросов к Зюгану все больше и больше и больше. И 93-й, выбор 96-го года. И сегодняшнее поражение на выборах, когда люди уходят из Думы, об этом все говорят, потом тихо возвращают через пару дней, чтобы проголосовать за бюджет. За что им спасибо, конечно. Но спектакль, эти дешевые, вот вопросы все больше и больше. Дело в том, что я сразу после выборов 11 октября опубликал комментарии Димарш Согласных. Зюганов-Жириновский вместе. Да, они, с одной стороны, вечно изображают какие-то протесты, сопротивление оппозиции. С другой стороны, в решающий момент, как-то уже очень умело становятся в такую позу, когда обиды трактуются скорее как согласие и поддержка того, что происходит. Я думаю, есть материальный интерес. Прав, Кургинян, спецоппозиция. Так надо было когда-то. Я не буду брать сегодняшний день, потому что процесс зашел очень уже далеко. Если вернуться к 96-му году, лидеры коммунистов боялись взять в свои руки власть. Они понимали, что не смогут ничего сделать и тогда лишаться всего. Тогда зачем выбираться? Чтобы снять пенку. Пенку. Что-то пресс-конференция отменяется, когда все камеры мира, мы слышим, приехали к Зюганову, а он шахматы пошел играть, водку пить в Думе. Но что еще нужно, чтобы люди, в том числе и в партии, ну не дураки же правда, поняли раз и навсегда, что все это спецоппозиция порождения Бурбулиса, Ельцина? Дело в том, что чем сильнее режим, тем проще ему смотреть на оппозиционеров и так далее. Режим в тот момент был крайне слаб. Допустить реальную оппозицию тот режим не мог, потому что это бы оппозиция смела его просто. Не по причине своей силы, а по причине слабости именно той группы, которая тогда была у власти. Такая оппозиция, которая готова помитинговать и быть где-то рядом с победой, но не претендовать, собственно, на победу, это самая удобная оппозиция, удобнее не бывает для слабого режима. Пошло до фарса, мы действительно Харитонова найти не можем, хоть в розыск объявляй. Все его помощники сразу забыли, где он у них живет. Как будто кандидат в президенты России некогда Николай Харитонов, бомж какой-то. Видимо, на тех политических операциях, выборах и послевыборах, лидеры коммунистов не так плохо заработали, если среди их поместий сложно найти героя, если у него столько адресов, что трудно найти настоящее. Целые поместья, вот у господина Тарнаева, еще один документ. Мы начали сегодня с этого разговора, точнее, наша старая тема. Спаская Лутовинова, в километре от усадьбы Тургенева. Слушай, вот мы все это рассказываем, даже не мы, а члены Компартии, Левин, директор музея, он хорошо знал Зюганова. Началась эта история следующим образом. В один прекрасный день, 2003 год, в кабинете раздался звонок от Геннадия Андреевича Зюганова. Вот мой помощник, Александр Петрович Тарнаев, хотел бы на территорию Спасского поставить пчел и все такое прочее. Я его лично давно знаю, в общем-то и уважал как человека. Видно, Геннадий Андреевич решил, что я его не понимаю, возвращаюсь я с отпуска. В непосредственном близости, буквально в километре от музея-заповедника строятся дома. Начинаю искать, откуда, что идет сельская администрация, мне информация скрывается тайно. В конечном итоге я добился документов, где учислился Тарнаев. Общей площадью? Общей площадью 4 гектара. Но самое-то интересное, что строительство домов не было никак санкционировано. Сделали вид, что музея-заповедника здесь нет. Это вот тот самый пруд, который появился вопреки всему, без намека на какую-то проектно-всмертную документацию, без всяких экспертиз. Вот по воле господина Тарнаева, сведома Геннадия Андреевича Зюганова. Добрый день. Я бы хотел поговорить с Геннадием Андреевичем. А вы откуда? Программа «Момент истины» караулов Андрея Викторовича. Так, 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 так. Сейчас я доложу. Алло. Здравствуйте, Геннадий Андреевич. Добрый день. Хочу пригласить вас в программу «Момент истины». Ну, вы с Паской можете съездить, посмотреть. Мы съездили, нашли там пруд, превращающийся в болото. Ну, спросите людей про пруд, они вам скажут. Спросили, сняли директора, и не только директора. Всё спросили. Съездите, посмотрите. Так мы это сделали. Съездите, посмотрите. Там не пруд, а небольшая копыль. Он уже писал однажды о Спаском, тоже неудачное. Написал, что тут и уточки, и аисты, и дети купаются где-то тут на Тарзанке. Но я не знаю, кто тут увидел, когда детей. Знаю, что мне несколько раз наши работники жаловались, что вот сюда просто так. Сельхоз в километре роют пруд, а сюганов кричит, что это небольшая копань, а не пруд. И строятся дачи. Мы об этом говорим. Исполняющий обязанности прокурора Мценского района Орловской области Константинов. Подаёт в суд заявление о признании недействительного у всех этих строя господина Тарнаева. Я уже как-то говорил, что нынешние коммунисты, они имеют отношение к коммунистическим идеям. Слишком формальное отношение. Они никакие не коммунисты. Мы предполагаем, что зюганов этот дом строил для себя виллу с прудом огромным. Эти господа построили роскошный дворец, загородный дом отдыха. Она до сих пор замен сельхозом, эта земля. Более того, по документам господин Тарнаев взял эту землю в аренду по цене 9 рублей 16 копеек сотка в год. Чуть более трёх долларов получило государство от того, что господин Тарнаев, ещё раз скажу с подачи Геннадия Зюганова, взял эту землю в аренду фактически в собственность. Если бы эта земля продавалась... Ещё раз извиняюсь за эту аналогию, но вообще-то лидеры коммунистов всегда тоже блюли хотя бы внешние некие приличия. Они не демонстрировали роскошь никогда. И ты вспомни, сколько было шума вокруг Раиса Максимовна Горбачёвой, которая позволяла себе какие-то наряды покупать и так далее. Исполняющий обязанности прокурора Мценского района подаёт иск в суд о признании недействительного у всех этих строя господина Тарнаева. Что делает Тарнаев и, как я предполагаю, стоящий за ним Зюганов? В суд бегут. И Орловский суд отвечает прокурору отказом. Они с радостью, компрадорский режим, с которым борются, да, вывешивают решение Орловского суда, промежуточное, кстати говоря, о том, что Караулов и прокуратура неправы, вот можно им строиться в километре от музея-усадьбы Тургенева. Его разрешили. Вот бумага. Ничего. Не отдать обратно земли, не вернуть их в музей, не пруд закопать, потому что там подойти невозможно к музею. Нет, нам можно. Вот бумага есть. А прокурор действовал, прокурор района, в интересах Караулова. Они подтверждают всё, о чём мы говорим, и плохо соображая, что делают, ещё это на официальном сайте КПРР вывешивают. Люди без реальных политических идей, они играют определённые роли в коммерческих операциях. Прости, пожалуйста, мне помощники говорят, Николай Харитонов на проводе, всё-таки дозвонились. Алло, алло, алло. Николай Михайлович. Да, да, да. Добрый день. Добрый день. Рад вас слышать. Вы где-то на митинге? Значит, я в атерном театре, плохо слышно, тут первокурсников посещаем. А. Не пойму, кто он. Караулов моя фамилия, Николай Михайлович. Геннадий Андреевич Зюбович, я понимаю, жаба грызёт Караулову. В своё время работая в театральном вестнике, он был изгнан из партии, исключён за то, что спекулировал билетами в театры. Кто, 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 кто? Караулов моя фамилия. Андрей Викторович, передача «Моменты истины». А ну, адрес один, а ход вперёд. Нет, этот адрес в суд не принимают, домашний нужен, Николай Михайлович. Домашний адрес. Да, чтобы заявленица написать в суд, а то у нас проблемы с вами. Тридцать дробь два. Как, как? Тридцать дробь два. Вот так, адрес. Москва, тридцать дробь два. Мы будем в милицию обращаться, чтобы найти домашний адрес бывшего кандидата президента России. Что же нам остаётся? Найдём всё равно. Найдём всё равно, и в суде он будет отвечать за клевету. Всё, что нужно сегодня этим людям, которые абсолютно незаслуженно называются коммунистами, это иметь некие проценты на выборах, чтобы с ними по-прежнему считались, чтобы их мандаты чего-нибудь стоили. Они ставят перед собой совершенно конкретную задачу быть на плаву для дальнейшего зарабатывания денег. Вот это моё личное мнение. Ну вообще, не отстаивают свою правду перед обществом. Какой там отстаиваем свою правду? На сайте КПРФ ещё раз скажу. Ура! Нам разрешили по 9 рублей с копейками сотка построить дом в усадьбе Тургенева для Тарнаева, дворец, и фрут вырыть. Нам разрешил суд Орловский. Наверняка нами не куплены. Это гордость у коммунистов. Они на сайте это с гордостью повесили. Отстаивайте правду перед обществом. Они бегут к начальству. Но не могут это люди. Редовные коммунисты не понимают, не видят. Но не идиоты же. Но это же понятно, что так не делают. Да? Это недостойно. О чём только вопрос. Кто инсценировал эту кампанию? На чьи деньги? Какой кремль? Что приказал? Подождите, подождите. Вы разберите, что говорят. Коммунистическая партия вдруг включает в свою программу концепцию устойчивого развития. Делает это покойный Коптюк, академик. Он милый человек. Я ничего не могу сказать плохое. Вы читали, что это за концепция? Так мало того, возникает коммунистическая концепция этого устойчивого развития, по которой Россия берёт опережающее обязательство по сокращению своего населения. Это концепция Альберта Гора. Коммунистическая партия, не снимая портреты Ленина Маркса, берёт на вооружение концепцию Альберта Гора. Это опять никто не понимает? Ну я не знаю, ну что значит не понимает, но все силы, которые у меня были, я бросил на то, чтобы это говорить. Как только ты начинаешь разговаривать с коммунистами по существу, они начинают обсуждать твой моральный облик. Лгут, как силы и мерены. Коммунисты много лет вели себя так. Публичные оскорбления власти, митинги протеста и закулисные договорённости. Ну как можно говорить о компрадорском режиме и, например, иметь в своём составе миллиардеров из ЮКОСа, настоящих миллиардеров, да, невыдуманных? Шесть человек из ЮКОСа, включая Муравленко, Кандаурова, баллотировались по спискам КПРФ в Государственную Думу. Прошли и некоторые из них официально поименованы в списках миллиардеров. Мы сейчас на секунду, это очень важная лично для меня тема, прошу меня понять правильно. Я хотел бы, чтобы наши зрители услышали магнитофонную запись вот этого разговора. Давайте всё-таки мы дадим отмашку, чтобы мы создали проблемы. Леонид Борисович Невзин, правая рука Ходорковского, сближавшая на ней в Израиль. В беседе с Алексеем Петровичем Кандауровым, одним из самых видных представителей КПРФ, сегодня экс-генералом-депутатом Госдумы от КПРФ. Мы там работаем. Мы там работаем. Мы на журналистском уровне там работаем. Караула, например, оставить как бы за барху. Это точно. Речь идёт в беседе Невзина. Правая рука Ходорковского о наших передачах о Зюганове. И Невзин ругает нас матерными словами. Я понимаю, что ситуация опасная, надо её проследить. Но я считаю, что мы сейчас должны выделить денег, создать ассоциацию честной расцветской журналистики, в кавычках, со всех слух, стрингер, выработать принципы, на самом деле заводить деньги. Это уже угрозы в наш адрес. Кандауров один из руководителей ЮКОСа представлял аналитическое крыло ЮКОСа. В прошлом генерал-майор КГБ. Это серьёзный очень человек. Сам факт, что он пошёл в КПРФ в списке КПРФ, а КПРФ приняла, означает серьёзная политическая кисть. Невзлин обращается сегодня именно к коммунистам. Есть проблема, да. И нам бы оптимально уйти 5 миллионов. Я думаю, мы какие-то деньги потратим. Там он говорит, вот мой Аверчев просит 250 тысяч за решение вопроса. Но я думаю, это много, конечно. Знаете, какое решение надо? Вот так Невзлин учит коммунистов бороться с нами, деньгами, создать ассоциацию какую-то против нас. Но эти связи были давно, на самом деле. Их можно проследить ещё при голосовании в 90-е годы по ЗАТО, где ЮКОС имел свой интерес. И лоббировали коммунисты? А как без коммунистов? У них было 210 голосов. Большинство. Всё, что принималось в 90-е годы, нельзя было принять без коммунистов. Если люди действительно хотят что-то изменить вокруг, они ведут работу с населением. Они в чём-то убеждают людей. Кого они в чём убедили за последние 20 лет? Кого и в чём? Ты знаешь, больше всего меня лично, я человек опытный, поражает какой-то совершенно детский уровень аргументации. Мало что никто ни на один вопрос не отвечает по сути. Вот газета «Правда». Шесть или семь статей некто Иван Ильин в «Правде» пишет обо мне и моём коллеге Борисе Резнике о том, что вот Виктор Иван Челюхин хороший человек, воров в законе Хабаровских он никогда не защищал, ну и так далее. Причём статьи «Караулов должен сидеть в тюрьме», программу «Караулова надо закрыть», ну и так далее. Мы, естественно, с Резником идём в суд, я беру на себя Илюхина, а Резника – газету «Правда». И вот тут в суде выясняется самое интересное, что никого Ильина Иванов в помине нет, всё это анонимки. Но как ведёт себя газета «Правда» в суде? Значит, ну, они на нас с тобой клеветали-клеветали. Я равно работаю в журналистике и никогда не мог предположить, что газета носит обязывающий бренд «Правда» столь луживо. Пришли два человека, совершенно незнакомые с сутью дела, не знающие ни меня, ни этой интриги с Илюхином. Они ни на один вопрос в суде не могли ответить, ни единого раза. То есть сначала не приходили вообще? Они вообще не приходили, потом пришли. А это Иван Ильин-то, он действительно псевдоним? Нет такого человека. Они сказали, что у нас в «Правде» такого человека нет, Ивана Ильина. То есть были анонимки, подписанные АБК? Подозреваю, что это человек Илюхин, которого он держит на ставке у себя, его помощник, пишет эти заметки. И тоже под псевдонимом? Естественно, под псевдонимом. Во-первых, действительно, очень слаб был режим. Действительно, тогда еще люди предполагали, что Зюганов — это политическая сила, а не коммерческая. Вот сейчас, я думаю, так мало кто полагает. То есть саму партию вот такая связь. Невзлин, Кандауров, вот они беседуют. Ходорковский. Не смущает Ходорковский, не смущает по-прежнему. Не смущает по-прежнему. Конечно, коммунисты. Они же олигархов ненавидят. Бизнес отдельно, а идеология отдельно. Вот эта технология, которая появилась в 90-е годы, говорить публично одно, то, что нравится людям, а делать совершенно другое за кулисами, не смущает никого, не рядовых членов. Не смущает, и более того, эта технология работает. Тогда еще один. Она рабочая технология. Запись разговора. Я не коровол. Его можно просчитать, ты правильно говоришь. Меня не просчитаешь. Конечно. На тебе столько крови. Ты думаешь, я не знаю про Павла, которого ты грохнул в Париже? В одном ты права. Я не коровол. Его можно просчитать, меня не просчитаешь. Это уже прямые угрозы. Мы говорили об этом человеке не так давно. Некто Мэлс Барамбаевич Бекбасынов. Он баллотировался по спискам коммунистической партии, на последних выборах Госдумы в Башкирии и проиграл их с треск. Если ты спокойно идешь на убийство людей, я это знаю. Что ж ты, Павел, не ты разве убил? Там уже сидят, читают, что про него... Замечательный разговор двух близких людей. По-кровому, я так понял, долбить его будем. О том, каким образом человек, чья профессия убивать людей, предполагаемый журналист, я обикбасыновый, оказался во списках КПРФ, наверняка совершенно бесплатно. Каково в этом назначение его на роль кандидата в депутат КПРФ Бориса Березовского, мы об этом подробно, как и об всей жизни Бигбасынова, поговорим в наших ближайших передачах. Это идеальная их схема. Впереди стоят узнаваемые люди в списках, а сзади идут коммерсанты, фамилии которых никому ничего не говорит. Они нигде, ни в каких, ни в списках, ни в газетных... И тогда партия вопросов не задает всю каналу. И тихо все проходит. Вопрос, что ни в том угут или не угут? Не, ну угут все-таки талантливый. Что значит талантливый? Мне девку нарисовали на компьютере. Я молодой, сижу, я какая-то девка в трусах. Прошу.